Вы на канале BadHurtDeveloper, где автор пытается применить свои навыки в разработке веб-приложений в помощь музыкантам, фанатам и организаторам концертов. Итак, мы пили бэк на Laravel. Laravel очень удобен и интуитивен, но нельзя отрицать тот факт, что большинство подходов Laravel магичны. Методы генерируются магически, разработчики не знают, что и где можно применять, никто не описывает поля Active Records, моделей и так далее. Сейчас очень быстренько мы сделаем Lara намного-намного дружелюбнее к пользователям. Начну с маленькой демонстрации. Создам быстренько тестовую функцию и покажу, что видит IDE по умолчанию, если я хочу работать с моделью User, например. А, собственно, ничего здесь и нет. Какие-то унаследованные параметры и функции Props, и также параметры и пропсы с трейдов. Полезность этого всего сводится к нулю. Но сила Лары в его сообществе. Умные ребята собрались и сделали Laravel IDE Helper генератор. Если по-простому, IDE Helper использует всю мощь PHP доков для того, чтобы сделать работу разработчиков в разы приятнее. Демонстрирую. Захожу на гид IDE Helper, ставлю зависимости в Dev, на всякий случай чищу кэш, как советуют разрабы. И вижу, что IDE Helper предлагает генерировать три файла. Первый генерит доки для фасадов Ларовой. Нам будет в разы легче котить. IDE само предоставит нужные пути к нужным сервисам. Второй делает чудо с моделями, а конкретнее парсит вашу базу данных. И генерит доки для всех доступных магических методов. Очень круто и очень полезно. И последний файл помогает PHP шторму разобраться в контейнерах Лары. Ему будет легче понять, что, откуда и куда. Запущу одну из команд и продемонстрирую сгенерированный файлик. Внутри мы видим плохо структурированный набор классов с функциями, хорошо покрытыми PHP доками. Крутяк. Следующей командой сгенерирую метафайлы и модели. Модели советую генерить с модификатором "-М большое". Моделями есть три варианта работы. Добавить доки в отдельный файл, в файл самой модели, или в отдельный файл, но добавив доки как миксин файл модели. Третий вариант, как по мне, самый отзывчивый для разработки. Его и выберу. Все файлы на месте, повторяю эксперимент, который делал в начале. И вот Шторм уже знает о всех магических методах Ларки. А в самой модели юзер, больше добавился маленький PHP док, подключающий миксин. Дальше опубликую кодвиги хелпера. Здесь есть набор настроек, но меня пока интересует только самый нижний, а конкретно запуск команды после миграции. Да, я хочу обновлять файлик для моделей при каждой миграции. Проверяю. Роллбек. Миграция убивает магию, а миграция обычная, магию возвращает. Шикарно. Дальше следуем инструкциям разработчиков. Просто добавляю хук в композер постапдейт. При каждом апдейте файла IDE хелпер сгенерится. Здесь я постучусь опять из будущего и скажу, что при инсталле файлы не сгенерятся. Но это я исправлю в будущих видео. Ну и думаю, многие уже поняли, что в git добавлять эти файлы не стоит. Хотя бы потому, что вы замучаетесь мержить правки двух разрабов, работающих базой данных. То есть любых разрабов. Поэтому добавляю в git ignore эти файлы. Ура, товарищи. В следующем видосе сделаю работу с Ларкой еще более комфортной. Казалось бы, куда уже, но я могу. Всем удачи.